певица шер гастролировала по россии улыбаясь поклонникам говоря слова благодарности и восторга а потом мы узнаем что она была одной из тех западных звезд которые бойкотировали проведения олимпийских игр в сочи проблема в том что шер является ярой защитницей лгбт сообществ поэтому негативно настроена по отношению государством которые якобы ущемляют права незащищенных слоев граждан певица заявила что не будет более гастролировать по россии пока страна не изменит отношения геям даже личное приглашение от друга олигарха не переубедила шер что разочаровала многочисленных русских поклонников уважающих ее творчество антироссийская пропаганда и истерика сша по поводу вмешательства нашей страны выборы американского президента сказалось и на любимом многими актере джим керри объявил об уходе из социальной сети фейсбук я сбрасываю свои акции фейсбук и удаляю свою страницу потому что фейсбук получила прибыль от российского вмешательства в наши выборы заявил артист в twitter джим керри подчеркнул что соцсеть по-прежнему делает недостаточно для того чтобы это остановить я призываю других инвесторов которые заботятся о нашем будущем сделать то же самое добавил джим свою запись он сопроводил картинкой с изображением основателя фейсбук марка цукерберга иэн маккеллен самым ярким образом актера безусловно является гэндальф во властелине колец но у его исполнителя к россии также есть претензии маккеллена крайне озаботили права секс меньшинств в россии я знаю что сейчас происходит в россии и это просто ужасно для меня как открытого гея подобные законы о запрете гей пропаганды неприемлемы говорит актер но всех противников лгбт сообщества россии актер называет отвратительными и бесчеловечными кэти перри всегда культивировала образ веселой хохотушки которая умеет посмеяться не только над другими но и над собой однажды певица дала понять что никогда и ни под каким предлогом не хочет ехать в россию на шоу джимми кэммелла в 2012 году кэти предложили раскрутить глобус и ткнув случайное место выбрать себе страну для следующего путешествия поначалу перри пыталась отшучиваться но ведущий настаивал и тогда певица подошла глобусу и произнесла боже пожалуйста лишь бы не россия чем очень огорчила российских поклонников дженнифер лоуренс на съемке фильма красный воробей актриса согласилась неохотно мне не хотелось бы иметь хоть что-то общее с этой страной заявила лоуренс имея ввиду россию на одной из своих пресс-конференций дженнифер все также дала понять как она относится к россии по указанию актрисы русских журналистов выгнали с мероприятия инсайдеры подтвердили что дженнифер не захотела отвечать на вопросы репортеров из-за политических причин как предполагают в прессе эти причины могут касаться дело кирилла серебренникова а также международной политики россии и отношения властей к лгбт-сообществу кто подставил американского актера моргана фримена предложив ему сняться в нелепом русофобском ролике на этот вопрос пытаются ответить политики творческая интеллигенция и пользователи социальных сетей сми и соцсети истрили комментариями по поводу видеоролика в котором всемирно известный актер призывает дональда трампа раскрыть правду о вмешательстве россии в американские выборы мало того звезда заявляет на нас напала россия мы ведем войну нужно чтобы наш президент напрямую обратился к нам и открыл всю правду нужно чтобы он сел за стол в овальном кабинете и сказал дорогие американцы во время последних выборов мы подверглись атаки со стороны российского правительства русофобы предложили моргану фримену сыграть очередную роль на сей раз в спектакле которого он не понимает у него не хватило ума отказаться сыронизировал у себя в твиттере сенатор алексей пушков чтобы не пропустить самые интересные новости не забудь после подписки нажать на значок колокольчика